Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 18 октября. Новогодний стол должен быть таким необычным, особенным. С этим все согласны. И вчера я рассказывала, как можно из обычного такого салата селить под шубой сделать праздничный, стилизовать его под Новый год. Или лохматую елочку из зелени, или вот такие розы из томатов, из шкурки томатов. И сейчас на этой розе из шкурки томатов мы остановимся немного поподробнее, потому что это тоже, это украшение является одним из самых-самых простейших. Сделать его может любой начинающий. И оно в любых, мне вот сказали, что нужно какое-то крутящееся блюдо, у меня таких-то блюдки. Оно в любых блюдах может присутствовать, потому что помидор это такой нейтральный продукт. А вот эту розу данную, которую мы делаем из шкурок, мы ее вообще, она не для еды, чисто декор, ее потом выбрасываем. Смотрите, еще раз повторю, что приближается новый 2021 год. Это год быка. В этот год никакой не рекомендуется экзотики, какого-то чего-то там необычного, супер-пупер заграничного. Бык, растение, животное, приземленное, домашнее, простое. Он любит зелень, траву, овощи, все. На это нужно делать упор. Если мы побольше сделаем вот таких салатов, различных овощных нарезок, мы задобрим быка. Быка весь год нам будет вести. Смотрите, я сейчас сделала вариант, все равно нам сейчас делать салат. Я нарезала, сделала предположительный вариант нарезки, который можно использовать в нескольких случаях. Сейчас скажу в каких. Например, вот, ну у меня жаль, что блюдо должно быть лучше, более ровным и немножко побольше. Потому что, смотрите, вот эта ветка, огуречная ветка, у меня она не влезла в тесноте и не дает такого эффекта. Если блюдо было бы праздничное такое, это вот у меня обыкновенные мои тарелочки, белые и желтые, вы знаете. Блюдо, если чуть-чуть большое такое, торжественное, то вот эта огуречная ветка, когда разложится, внутри остается немного места, чуть побольше, чем у меня. И сюда, вот в эту серединку, пожалуйста, можно сделать колбасные нарезки. Хоть копченую колбасу, так, по принципу домино разложить друг на друга. Хоть, там, какую вы любите, вареную или ветчину. Хоть что. Можно вот в такое оформление, в овощную нарезку, вот здесь положить, например, какие-то окорочка поджаренные. Или какие-то, например, отварной язык нарезку. Любое мясное, вот любая мясная начинка, у нас в этом году нельзя говядину кушать. Но не запрещено различные свиные, куриные и, пожалуйста, холодец, студень или какую-то, например, корейку. Ну, короче, не важно. Внутри мясное, вот так вокруг овощная нарезка. И вот это оформление такой тарелки можно использовать в любых вариантах. Вот все, что я перечислила. Смотрите, у меня здесь одна роза. Ясно, что мне неохота просто так, не на Новый год, а в будний день, сидеть и готовить эти розы. Но вообще, если вы захотите, вы сможете, например, три розы сделать, а одну из красной помидорки, две из желтых или из розовых, будет очень красиво. Эту помидорку я делала из сержанта Пепера, я покажу вам сейчас. Но еще несколько советов дам. Вот смотрите, здесь я использовала хороший огурец, теряла уже нож. А вот эти листики вырезала вот с залежалых огурцов, которые валяются еще с осени. Те элементы декора, которые мы не кушаем, можно делать из тех продуктов, которые нам не нужны. Я вот так срезаю эту шкурочку верхнюю. И вот с этой огуречной шкурки. Она эластичная, она очень такая, как податливая, из нее можно делать хоть что, из нее вырезаю листья. Вот смотрите, я вырезала, обычный листик, я вырезала, работаю ножницами маленькими, потому что привыкла так. У меня нет профессионального ножа, но профессионалы режут ножом, прям укладывают просто. И вот так вот, так как-то режут, режут, режут. Я делаю по-простому, результат такой же, только им нужно на скорость много, а небольшие блюда украшают. А мне нужно немножко. Если вам неохота возиться с листиками, сюда, как обычно, можно толкнуть лист петрушки, лист салата, лист укропа, хоть какой. Сейчас поподробнее поговорим о розе. Я сейчас постараюсь показать, просто это надо делать медленно и тщательно, но больше я постараюсь рассказать, чем показать. Вот эта роза, это не что иное, как очистка с томата. Я беру томат и как картошку его начинаю зачищать. И сам томат, мякоть остается, а вот эту шкурку, именно тоненькую-тоненькую, мы снимаем, как я говорю еще раз, как будто чистим картофелину. Вот по спирали. Я сейчас, конечно, не контролирую сильно свои действия, просто сдираю, чтобы показать вам принцип. Все, вы сядете тщательно. Томат любой. Вот видите, у меня этот Сержант Пеппер с носиком. Вы можете выбрать круглый, чуть продолговатый. И потом, когда мы вот эту вот сняли, мы ее снова так же складываем, как она была, только уже без сердцевины. Вот она, готова роза. Но эта роза немножко небрежная. Ой, зато смотрите, какие оттенки у нее. Так, ну все. Тут, смотрите, тут у меня эта роза в подставочке. С зеленой помидорки. Сегодня я не буду растягивать время. В следующий раз буду какое-нибудь блюдо готовить, я вам расскажу, как я делаю эту подставочку. Ну и без подставочки. Эти две красотки, они очень хороши. Ой, что-то я намазала. Все, вот такие две самых быстро приготовляемых, самых таких простеньких розочки. Они сразу, раз и навсегда изменят внешний вид вашего блюда. Даже если здесь будет лежать простая вырезка из колбасы, представьте, как декоративно будет смотреться блюдо. Все, вот это оформление новогоднего стола, еще от новогодних блюд, еще один вариант из самых простейших. Как я сказала, что я начинаю с самых простых, для которых не надо никаких специализированных приборов, чтобы делать какие-то фигурки. Для которых не надо никаких продуктов, которые ищем мы где-то в каких-то крутых магазинах. Все, вот томаты, которые у вас на хранении, если до нового года не долежат, ну купите 2-3 помидорки. Огурец, листья, все, хозяюшки молодые, как приучайтесь сразу с молодости, если где-то что-то у вас, ну как выразить свою мысль. Короче, вот таким оформлением можно самое простое блюдо превратить в изысканное. Стол будет выглядеть дорого, даже если у вас нет средств на какие-то там очень дорогие продукты и блюда. Можно так оформить стол, что гости зайдут и ахнут, они подумают, что вы заказали все это в ресторане. Все, с вами была Ольга Чернова, огородная азбука. С овощей можно много и блюд, и украшений сделать. Будем помаленьку до нового года маленькими шажками все это осваивать.